Телеканал КРТ представляет Владимир Моисеенко и Владимир Данилец Комик-дуэт «Кролики» в гостях у программы «На струнах души» Весь покрытый флагами, абсолютно весь Остров невезения у Европы есть Остров невезения у Европы есть Весь покрытый флагами, ну абсолютно весь Племя невезучие на острове живет Все у них на выворот, все наоборот Все у них на выворот, все наоборот Полосою черною жизнь у них идет Чтоб они не делали, но не идут дела Видно, в революции их мама родила Видно, на Майдане их мама родила Чтоб они не делали, но не идут дела Их вожди грызутся вот уж много-много дней И никак не выберут, кто из них главней И никак не выберут, кто из них главней Их вожди грызутся вот уж много-много дней Племена рассорились на запад и восток Разделили остров свой вдоль и поперек Разделили остров свой вдоль и поперек Видно, революция не пошла им в проб Как назло, на острове нет поводыря Ребятня и взрослые пропадают зря Ребятня и взрослые пропадают зря Как назло, на острове нет поводыря Вроде ж не бездельники не могли бы жить Им бы революции взять и отменить Им бы те Майданы взять и отменить Вроде ж не бездельники и могли бы жить Папа-па-па-па-па-па-па Па-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Oh, yes, Richel! Весь покрытый флагами, абсолютно весь Остров невезения у Европы есть Остров невезения у Европы есть Весь покрытый флагами, ну абсолютно весь. Музыкальностью, каким-то исполнением, танцами. Вот я знаю, что Володина Чечетка – это нечто просто. Саша, у нас есть наш Станиславский, Петербург и Михаил Чехов – это наш режиссер. Вот Евгений Викторович Перебинас. Комнатный Цискаридзе, комнатный Махмуда Самбаева, который ставит танцы – это Владимир Александрович Боясенко. И я по-скромному, Пол Маккартни, буквально… Олеграмм. Олеграмм, да, это Владимир Данилец. Творческий тандем двух выпускников Киевского эстрадно-циркового училища Владимира Моисеенко и Владимира Данильца сложился в разгар перестройки. На горизонте уже маячили лихие 90-е, а с ними безвременье, безденежье и неопределенность. Но жизнь посылала талантливым ребятам не только испытания. В 1987 году они встретились с режиссером Укрконцерта Евгением Перебинасом, который стал крестным отцом и бессменным худруком их маленького юмористического театра. А в 1995-м, во время концерта, посвященного Дню милиции, к ребятам подошел тогдашний министр внутренних дел Юрий Кравченко. Именно он помог бесприютным на тот момент юмористам с помещением для репетиций, открыв для них двери и сцену Киевского дома культуры МВД и уберег тем самым от переезда в Россию. Впрочем, популярность к творческому дуэту пришла благодаря именно соседней стране. После того, как в 1991 году российское телевидение показало их номер «Кролики – это не только ценный мех», ребята проснулись знаменитыми. С тех пор прозвище «Кролики» намертво приросло к ним, став синонимом качественного юмора и отличного настроения. Родина оценила их талант, присвоив звание народных артистов. Однако пять лет назад на сайте президента Украины появилась петиция с требованием лишить их этого звания. Любимцам публики заблокировали выступление в стране, решив, что под масками кроликов скрываются настоящие волки. Я знаю, что пять лет назад на вас навесили такой тяжелейший ярлык «сепаратисты». Отправили на сайт «Миротворец» и, соответственно, заблокировали выступления в Украине все. И даже хотели звание народных артистов вас как бы лишить. Ну да, было такое. За что? Как это было? Вкратце расскажите. Ну, по поводу того, что разговорный жанр небезопасный, это, в общем-то, еще, помните, шикарный фильм «Все тот же Минхаузен», да? Да, когда Томас говорит барону Минхаузену, что юмор продлевает жизнь, он говорит, да, тем, кто смеется, продлевает, тем, кто шутит, укорачивает. Вот. Получилась такая вот история, да, что, ну, у нас народ-то, в общем-то, достаточно образованный и доброжелательный, да? И слово «сепаратизм», ну, как кто хочет, то так и трактует, да? Понимает, и трактует, да. Вот. И «сепаратизм» — это, в общем-то, выступление за отделение каких-то территорий. То есть, никогда в жизни мы не выступали за отделение территорий, за какое-то, ну, короче говоря. А ярлык «повесить» — это же просто, это же нормально. Сказал, иди потом отмывайся, да? Это произошло из-за того, что мы работаем, выступаем всю жизнь, вот уже, ну, практически 30 лет, да, из, там, 35, которые мы вместе почти работаем. 30 лет мы работаем не только в Украине, мы работаем и Америка, и Израиль, и Канада, и Австралия, и Прибалтика, и Средняя Азия, да, то есть, да, везде, где понимают русский язык. Вот. И поэтому наша жизнь творческая, она очень серьезно зависит от того, будем ли мы показываться на телевидении. То есть, телевидение — это вся история бесплатная, ну, как, может быть, кто-то из зрителей не знает, да, то есть, все съемки никогда никому из артистов за съемки не платят. У нас. У нас, да. Иногда даже артисты доплачивают за съемки. Ну, да, мы никогда не доплачивали, но, в общем-то, и нам никогда не платили. А, в общем-то, основной наш заработок — это от гастролей, от концертов. Вот. И когда началась вот эта вот история противостояния, мы просто продолжали ездить, сниматься на российском телевидении. Во-первых, у нас были контракты, у нас были договора, да, мы… Вот. Во-вторых, от этого непосредственно зависело нам благополучие наших семей и наша, в общем-то, работа. Бизнесов у нас других нет, да, то есть, кормить больше семью не ищего. Ну, в общем-то, наверное, из-за этого и произошла вот эта вот история. Скажите, вот в тот момент, когда вы были лишены выступать в Украине, как вас блокировали здесь? Чем они это аргументировали? Ну, в общем-то, аргументация была железная, железобетонная. Значит, вот на тот момент, в каком, в 15-м году, да, в 14-м, в 15-м, в 15-м, в 15-м. В 14-м году, 23-го ноября, мы выступали в Чернигове. Это было на тот момент, потом 5 лет сольных концертов у нас в нашей стране не было. Так вот, там была железобетонная, значит, аргументация. Висели плакаты. Был саботаж такой, да? Да, висели плакаты по городу, и было обращение к губернатору, к мэру и во все инстанции. И аргументация была такая, что если мы позволим, мы с вами позволим выступить у нас в театре кроликом, то завтра, буквально, по нашей Черниговской земле пойдут российские БТРы, танки и застучат сапоги российских солдат. Представляете, как можно смешивать все это? То есть, да, то есть, ну, следствие очевидное, да? То есть, вот не позволим, не поедут танки. А вот позволим, поедут. Вот концерт состоялся. Где кнопка танковая у вас? Да, концерт состоялся. Но где танки? Где что? Вы пришли, был полный зал людей? Полный, да. Никто не сорвал, не вошли люди там какие-то в костюмах? Нет, нет, нам помогли. Нам помогли, нам поставили охрану. А вот приехали люди, жгли в ноябрь, холодно достаточно, они жгли в каких-то урнах, какие-то вот с факелами. Ручномовцы. Да, с этими самыми, с там-тамами, с барабанами попытались сорвать. Шоу, целое шоу. Ну, многим артистам все-таки помогли сорвать концерты, да? И там еще было такое, что женщины шли на концерты, не хватали женщин за руки и говорят, не идите на концерты. Женщины начинали их бить сумками и говорили, сволочи, едьте в АТО, а не борьтесь со своими артистами. Концерт состоялся, и весь зал встал, рука пускает. Ну, после этого мы перестали даже планировать концерты. В Украине. В общем-то, для того, чтобы никто из людей не пострадал. Но мы зато за это время, мы открыли для себя, в общем-то, достаточно много новых рынков. Понимаю, понимаю. Вот, мы даже, вот я все время говорю, что в страшном сне не могло присниться, что мы когда-нибудь отработаем два сольных концерта в Хельсинки. Интересно. И там есть наш. Два полных зала. А все-таки вот в Украину, вот пять лет прошло, да, я знаю, что в этом году вы уже как-то уже в Украине выступали, да, возобновили деятельность. А, да, выступали Полтава, да. Полтавский, да. Мы в Полтаве отработали, Кременчуге, в нескольких городах. В начале этого года уже возобновили выступления. Нет, именно в этом году мы хотели возобновить 16 концертов. Десять концертов было продано, а шесть концертов за месяц, за месяц было уже все продано. А шесть концертов продавались. Ну, то есть уже к дню самого концерта были бы полные залы. Но пришли люди. Нам сорвали. И нам сорвали. Да, да, да. То есть опять же власть. Пришлось отменить 16 концертов. Уже при этой власти то же самое происходит? Уже при этой власти, да. И до сих пор у вас нет возможности выступать в Украине? Ну, сейчас. Свободное возможности. Сейчас понятно, что сейчас гарантия ни у кого нет. Выступать мы будем. Выступать мы будем. Это уже 100%. А приходилось вот это все как-то отстаивать, оспаривать, может, какие-то юридические стороны, суды какие-то? А нет же у нас. Ну, какие юридические? Механизм не работает. Кому предъявить? Пришло два каких-то пьяных человека к женщине, к директору дворца. И сказали, если ты хочешь нормально жить и твоя семья, то отменяй концерт. И она звонит устроителю и говорит, ребята, я хочу жить нормально. Извините, да. А было бы что-то, не было бы. Неизвестно. Алло. Алло, кто это? Международный валютный фонд? Hello. Купкой краденого? Конечно, занимаются. А я при чем, что у вас транш пропал? Да, он у меня. Следить нужно за таким баблом. А у Фидерзеевых. Вот ощущается, что секрет популярности вашей в том, что вы очень многогранные и универсальные артисты. Вы умеете не только создавать, как комедийные образы, но и танцевать замечательно, петь. Я уверен, что есть еще много талантов. Это все-таки школа эстрадон-циркового училища. Или кто-то еще дополнял ваши таланты, учил вас петь, танцевать, где-то музыки. Однозначно. Прежде всего, это эстрадон-цирковое училище, которому мы безмерно благодарны. Нашим педагогам. Сейчас добавится абитуриентов, кстати. После этой фразы добавится абитуриентов. Уже академия, ребята. Уже академия. Уже высшее образование можно получить в эстрадон-цирковой академии. Мы тогда получали среднее специальное. Но вот все у нас было. Мы, когда были студентами, мы все время говорили, ну вот зачем? Вот разговорник у жонглирования, да, допустим. Или зачем акробатика? И тем не менее, как оказалось, все пригодилось абсолютно. И колесо я кручу у нас в концерте. И жонглирую. И жонглирую. Четок, четок. И даже по истечении, допустим, 10 лет или 15 лет, как я закончил училище, я ходил специально к замечательному педагогу Александру Баланцеву и учил степ, о котором ты говоришь. Ты развивался. Да, да, да. В общем, я приходил вместе со студентами, становился в класс. И вот так, что очень многого даже не хватает. Все-таки как вы пришли к профессии разговорного жанра? Потому что я знаю, что, Володя, о тебе речь сейчас пойдет. У тебя все-таки была мечта с детства стать певцом. Певцом, вокалистом, музыкантом. Такая мечта была. Я себя по-другому не видел. Свой первый гонорар Владимир Данилец заработал в 10 лет. Это был червонец, полученный за выступление со школьным хором, в котором он солировал. Родился будущий комик на Черниговщине в семье сельских интеллигентов. Музыка интересовался с детства, мечтал стать вокалистом и по совету старшей сестры поступил таки на вокальное отделение в Киевское эстрадно-цирковое училище. Однако певческая карьера плавно переросла в разговорный жанр. В нем Данильцу среди студентов не было равных. Только Владимир Моисеенко, с которым он познакомился еще во время вступительных экзаменов, мог конкурировать с ним. Кролик, которого за глаза называют «длинный», родился под Ленинградом в семье военного летчика, но считает себя киевлянином, поскольку всю свою сознательную жизнь прожил в Киеве. В самом начале творческого пути каждый из артистов предпринимал попытки построить сольную карьеру, но студенческая дружба и совместная работа в Укрконцерте переросли в полноценное творческое сотрудничество, которое продолжается уже больше 30 лет. Вы знаете, это вот Бог нас подводил друг к другу, потому что мы... Чтобы вы все-таки встретились в одном потоке. И я поступал как вокалист, как разговорник, и уже потом... Я в армии играл, в армии вообще было смешно. Я был командир отделения, муз отделения, руководителем вокально-инструментального ансамбля и дирижером оркестра, не зная ни одной ноты. Ну, я был дирижером. Ну, четвертое место мы в управлении держали, это нормально. Но первое место в вокально-инструментальном ансамбле. И вот, когда я вернулся из армии в астрад-церковое училище, продолжил учиться на вокалиста, я плохо показался по специальности, по вокалу, очень отвратительно. Короче, я пришел неподготовленный и очень перепугался всех тех, кто сидел там, педагогов. И зажался. Ощущение публики другое совсем. Да, и зажался. Ну, сидит пять человек, шесть. Причем с лицами, которые тебя сейчас убьют. И помните, у Муравьевой была песня. Вот, говорят, споет, говорят. Да, да, да. И я зажался. И мне выходит, после моего выступления, конечно, там рожали. Я добавлю к этому экзамену, потому что я на нем присутствовал. Да. Вот. Значит, Володя на экзамене показался, он говорит, отвратительно. Многогранно. Да, многогранно. Как вокалист, но как юморист он показался так, что народ просто после его выступления на экзамене по вокалу сделали перерыв на 20 минут. Потому что никто находился в этом... Смеялись так все. Это был какой-то... Это был номер о человеке... Это был эксцентричный номер о человеке, который боится петь. Это невероятно. Это была не текстовка смешная, а именно исполнение. Исполнение. А какая была песня? У меня были мощные песни. Первая. Однозвучно гремит кулакочек. Да. А вторая песня. Молодость, все может молодость. А рак, снизь, зря душа радостных сил пола. Вот. И после экзамена ко мне подошла Светлана Артемьевна, наш педагог по вокалу. Завкафедра вокала. Завкафедра вокала говорит, Владимир, я знаю, что вы до странно-церкового училища работали каменщиком. И в армии тоже. Я говорю, да. Идите, стройте квартиры. Идите, стройте дома. Как что? В стране не хватает квартир, в стране не хватает дому. Поэтому идите. Я думаю, вы там больше принесете пользы, чем своим вокалам. Сейчас будет, знаешь, такое мнение очевидца событий. Володь, вот когда ты присутствовал в той самой комнате, когда было исполнение таких двух потрясающих песен, наблюдал, смеялся со всеми вместе, да? Конечно, конечно. Вот скажи. Смеялся он, ржал. Смеялся. А там все там деньги. Своим басом. У тебя было такое, может быть, не знаю, такое легкое ощущение, что человек, с которым хотелось бы поработать, или может быть, как-то мы будем пересекаться. Какая-то искра, может, пробежала. И вы тогда уже были знакомы, вы дружили? Конечно. Конечно. Мы вместе же прогуливали занятия. У нас очень все получилось лихо и замечательно. Мы поступали в один день, и у нас даже экзаменационные листы были, мы на вступительных экзаменах шли друг за другом. Я не помню, кто первый, но кто-то, кто-то второй, да? Ну, кажется, ты первый. И после первого тура… Я помню, ты как раз колесо делал, значит, я за тобой шумил. Ну, да, 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 это был третий тур. После первого тура я, в общем-то, училище наше находилось в здании цирка, вот, а квартира родителей у меня была, ну, буквально там возле Воздуховлоского моста, вот, и мы все равно ждать результатов. Мы вышли вместе после первого тура и говорим, идем ко мне, пообедаем. И вот мы как пошли пообедать первый раз, вот так… Такой дружеский жест, да. Вот до сих пор. Сорок лет, в общем-то, и идем вместе. Но все-таки любовь к песне, она осталась с тобой на всю жизнь. И знаешь, вот, я спрошу все-таки вопрос такой, не жалеешь, что не посвятил себя очень так основательно все-таки вокальной карьере, музыкальной жизни? Нет, не жалею. Не жалеешь? Не жалею. А вот тут грусть в глазах присутствует. Нет, не жалею, но петь хочется. Хочется. Вот петь хочется. Вот сейчас, я понимаю, что из меня бы хорошего певца не вышло. Давай пока хочется, споем песню нашим зрителям. Давай. Ты словно радуга после дождя, в прозветлевшем небе. Ты словно первый подснежник весны, после бесконечных холодов. Как же я раньше не встретил тебя, там, где я был и не был. Боже, какое же счастье, что мы все-таки нашли свою любовь. Мы нашли любовь, и не нужно слов. Ты и я в половинке сердца, только я и ты никуда не деться от любви. Просто смотри, не говори. Я-я-я. Сердце мое замирает любя, крылья за спиною. Все, что я делаю, все же для тебя, я дышу тобою и живу. Лишь тобой живу и боготворю. Ты и я в половинке сердца, только я и ты никуда не деться от любви. Просто смотри и говори о любви. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ты словно радуга после дождя в просветлевшем небе Зрители в очередной раз убедились, что страна не то что потеряла, но все-таки не ощутила в полной мере такого прекрасного музыканта и вокалиста, как ты. И композитора. И композитора, да, автора песен. Скажи, пожалуйста, вот песни, которые ты издаешь альбомами, это все твои авторские песни, или ты с кем-то, может, пишешь все авторские песни? Саша, это вся моя музыка, я пою только свои песни, альбом готов давным-давно. И я хочу огромное-огромное, вот пользуясь случаем, сказать огромное спасибо Дмитрию Гершинзону, нашему большому другу, великолепнейшему, одному из лучших аранжировщиков Украины. То, что он в тройку намберов Украины входит, это 100%. Все, все звезды нашей украинской эстрады поют под аранжировку Дмитрия Гершинзона, который во мне, я уже потух как композитор, а он, знаете, зажег огонек и дал мне возможность записать мои песни и послушать себя со стороны, послушать мои песни. И почувствовать себя немножко иначе. Да, и я всю жизнь буду благодарен этому человеку. Димочка, спасибо тебе огромное. Я тебя очень люблю, мы любим тебя, и хоть ты в Израиле, мы все равно с тобой работаем, и будем работать и сотрудничать. Дай Бог тебе здоровья, и чтобы быстрее уже ты вернулся в Киев, в Украину. И весь музыкальный материал, который есть у нас в программе, и вообще за всю историю, это все сделал Дима Гершинзон. Великие качества и аранжировки, конечно. Ребята, не могу не спросить о коллегах ваших. Многие из них, певцы, музыканты, эстрадники, перебрались в Москву, скажем так. Одни уехали в 90-х, другие после первого развала, после первого Майдана, второго. Вы прописку не меняете, несмотря на то, что вас и тут и режут, и запрещают, и не совсем вам тут комфортно. Что вас держит в Украине? Бытовые обстоятельства, семейные или патриотизм? Кстати, вот что вы вкладываете в понятие патриотизма? Да, говори. Я думаю, что прежде всего нас держит здесь дом. Это наш дом. Это Киев. То есть уехать, заставить нас уехать из Киева могут только непреодолимые обстоятельства, скажем так. Когда уже не будет возможности вообще здесь находиться. До этого времени у меня, слава богу, мамочка жива, под Киевом живет. Вот, и все-все корни здесь, да, и дети здесь учатся, дети здесь живут. Очень сложно представить себе ситуацию, когда я променяю Киев, ну, мы променяем Киев на Москву. Потому что Москва – это не город. Москва – это место, где живут люди. А Киев – это город. То есть вами руководят обычные человеческие якоря. Конечно. Родился здесь моя семья, мой дом. А согласны с этим высказом, где родился, там пригодился? Саш, нет, не совсем. Я не думаю. Здесь, видите, в последние шесть лет мы как-то не пригодились, но тем не менее… Считайте себя патриотами Украины. Вот, Саша, слово патриот сейчас – это понятие растяжебы. Я имею в виду в вашем понятии. Одни думают, что патриот – это человек с автоматом. И это действительно патриот, он защищает свою страну. Да, рискует жизнью каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Другие патриоты, которые ходят и бьют людей, оскорбляют, унижают в вышиванках, потому что он говорит только на русском языке, но плохого ничего не делают, они себя считают патриотами. То есть понятие и так далее, и так далее, и так далее. Масса патриотов, которые только разрушают, деструктивных патриотов. Да, они как раз, вот эта прослойка, они все делают для того, чтобы имидж Украины просто подножку делает. Они оскорбляют Украину, унижают. А для нас патриотизм, делай, для людей хорошее. Вот я люблю, вот Володя только что сказал, мы любим свою землю, мы любим Днепропетровск, Полтаву. А песни наши украинские? Песни наши, ну, песни шикарные украинские, великолепные песни. На этом мы сейчас и остановимся на одну секундочку, чтобы спеть песню нашим зрителям замечательно. Готовы? Готовы. Душевную украинскую песню. Да, удовольствие. Какая это будет песня? А вот угадайте. Да. По первым нотам? Да. Поехали. Как я малым збирался на весне, піти у світ незнаними шляхами, сорочку мати вишила мені червоними. И черными, черными, черными нитками. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні, в душі мої оба, два кольори мої, два кольори. Два кольори, черными, то любовь, а черными, то журба. Мене водило в безвісті життя, та я вертався на свої пороги. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні, в душі мої оба, два кольори мої, два кольори. Оба на полотні, черными, то любовь, а черными, то любовь. Мені війнула в очі силина, та я нічого, нічого не везу додому. Лише з горточок старого полотна. І вишите, і вишите, і вишите, моє життя, моє життя. І вишите, моє життя на ньому. Два кольори мої, два кольори. Оба на полотні, в душі мої оба. Два кольори мої, два кольори. Червоне, то любовь, а чорне, то журба. Два кольори мої, два кольори. Два кольори. Приходилось общаться с музыкантами, с талантливими людьми, которые уехали из Украины, потому что здесь какие-то политические события, и что-то им не дают делать. Они просто не могли пробиться, реализоваться, и как-то чего-то им здесь не хватало. Но, приехав туда, пришла известность, пришли какие-то и люди, и поклонники, только после того, как покинули Украину. Вот, например... Я знаю, что вы очень долго стучали в закрытые двери, у вас тоже был такой период. Нас Москва открыла, нас не Украина открыла. Вот почему так происходит? Ну, вот мы тыкались, мыкались, в двери стучали, на телевидении стучали. Нам говорят, да, вы талантливые ребята, вот молодцы. Ну, хорошо, посмотрим. Ну, еще зависть наших коллег, которые уже были генералами. Поддушевали вас, да? Да, они понимали, что идет новое поколение, новый юмор, и интересный, хороший, ну... И они договаривали, Саша, и просто нас убирали. Вот, Семка идет. Из эфиров, да. Из эфиров убирали, радио, телеубирали, да. Мы все это прошли. Вот. Ну, вот, Игорь Демарин. Угу. Прекрасный певец, прекрасный композитор. И он здесь много звучал, и его любили. И почему-то уехал, да? Ну, он понимал, что, ну, здесь, во-первых, мало, Украины мало. Вообще, артисту, артисту надо, хорошему артисту, который работает, Пашин, ему надо как можно больше аудитории. Ему не нужны границы. Ему не надо границы, да. Ганица сковывает. Да, очень сковывает. И вот Игорь уехал в Москву. Все. Он там чувствует себя замечательно. Считаете ли вы, что... Ирина Шведова тоже с ним уехала, да. Ирина Шведова с ним, прекрасный, блестящий певец. Лола, Саша Цикало. Это все киевские. Но здесь для них Украина маленькая. С их диапазоном... Возможностей. Возможностей. Да, 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 да. Украина... И они... Все. Москва их приняла. Их приняла не только Москва. Их приняли все 15. Весь мир, да. И весь мир. И 15 республик. Их приняли. Их помехали. И очень много украинцев. Затронули потрясающую тему. Тему границ. Я помню, что у вас есть потрясающий номер. Граница на крючке. Я, знаете, скажу, но не только это мое мнение. Я считаю, что его можно считать пророческим. Вот каким-то вот в то время, когда он появился. Хочу спросить вот о чем. В основном в вашем репертуаре социальная сатира и юмор. Именно социальная сатира. Политика как бы не совсем ваша. Вы не цепляете ни какие-то политические события, ни имена, ничего такого. Но мы живем в театре политического абсурда. Однозначно. Немеренно персонажей тем и иносказательно. Вы все-таки вот в свой репертуарчик как-то вкрапляете сатиру такую округленную в эту сторону. Но нет ли желания остро подперчить и показать все-таки политические номера? Реальное лицо происходящего в нашей стране. Ну у нас есть такие номера. У нас есть такие номера и социальные и политические. У нас тоже один из, мы считаем, таких пророческих номеров. Два кума бегут в Европу. Вот они утром проснулись и побежали в Европу. И чего они от этой Европы ждут? Тоже номер был сделан в 2009 году. 2009. И уже... А вы показывали его сначала здесь, в Украине? Да, конечно. Мы везде его показывали. Как принимала публика тогда? Понимала, о чем речь? Замечательно. Замечательно. Но пока... Правда, тогда они не совсем нам верили с финалом, наверное. Да. А сейчас... А сейчас, я думаю, что... Мы тогда сделали финал. В принципе, точно то, что творится сейчас. Финал был такой, что он заглядывает через забор. И, ну как бы это... То есть, что... Украина... Петроз нашего села, Василия, тетя Галя. А что же они стоят по зизю? И что с ним там делать? Понимаете? И мы на тот момент убрали этот финал и сделали другой. Но, как оказалось, тот финал был... Куме, а вы точно знаете дорогу до Европы? Да, конечно. Значит, вот так 450 км прямо, потом резко 15 км вправо, потом 20 км задом наперед, чтобы замести следы, а потом... Неизвестно. Вот какие мы украинцы! Всегда бежим в одну сторону, при этом в лизни боки и каждый раз в загадочном для противника направлении. У вас номера пророческие. И вот сейчас, на момент вот именно нынешней ситуации в стране, какие номера хотелось бы вам показать? Какие-то идеи, может, уже есть, хочется их реализовать и, может, с элементом какого-то, ну, пророчества наперед, может быть, какого-то... Ой, не хочется. Не хочется, мы уже боимся этого. Уже страшно об этом, да? Нет, да-да, не хочется ничего пророчить, но надо... Хочется легкости. Хочется легкости, хочется сейчас выйти из вот этой вот истории с наименьшими потерями. Очень мы сейчас очень много об этом думаем и низкий поклон всем нашим медикам и врачам, которые кладут свое здоровье. И многие даже жизни на то, чтобы мы... Вот очень хочется, чтобы вот это вот... Как это вот... Напасть как можно скорее прошла, а там уже будем здоровы, будем живы, будем жить и будем что-то созидать все-таки. И насчет легкости и веселости такой, созидательности. Я видел номер, где вы с коллегами, с вашими российскими, записали потрясающую песню. Да. Вот, вы вносите такой позитив в нынешней ситуации, приятно смотреть и пересматривал много раз, не даете людям впасть в отчаяние. Вот я говорю, спасибо вам за такие вот вещи. Спасибо большое. Спасибо. Это вот абсолютно искренняя такая история бы получилась. Причем первый раз в жизни, ну, я так точно по телефону записывал песню. Это все по телефону. Все, в студии это было. Все спето по телефону, но такой опыт хороший, и мы сейчас уже с Сашкой Пономаренко уже дергаем, давай еще что-нибудь. Привет, мой друг, как ты живешь? Чего от жизни бегущей ты ждешь? Все хорошо в моем окне. Поют скворцы о пришедшей весне. Все у меня как у людей, а у меня много новых идей. А я стишки тот набросал, а я картину нарисовал. И на вершине прежних дней нам всем становится видней, что солнца свет, он навсегда. И нашу дружбу с ним меньше, как никогда. Ребята, вот такой непростой вопрос. Сейчас многие ваши коллеги по цеху ездят на Донбасс с концертами. Украинские артисты выступают на подконтрольной территории, которая с нашей стороны, скажем так, и россияне заезжают с той стороны на неподконтрольной. За что они все попадают в списки, соответственно, невезных в Украину. Но, по сути, миссия у артистов одна и та же. Приехать людям в тяжелые времена, в очень сложную ситуацию и помочь остаться людьми, не озвереть, улыбнуться лишний раз. Что вы думаете об этих санкциях, запретах, вот об этой ситуации непростой? Насколько справедливы санкции тем артистам, которые заезжают, скажем так, с той стороны и выступают людей для поддержки людей? Не поддержки военных действий, не поддержки какой-то конфликта или войны, а для людей. Вообще, мы считаем, что любые ограничения по поводу артистов – это вещь неправильная. Если в твоих выступлениях, в твоих речах и в твоих высказываниях нет призыва к каким-то насильственным действиям, а как правило, люди искусства никогда этого себе не позволяют. Потому что искусство должно объединять, а не разъединять. Искусство должно не уничтожать, а созидать. Так что мы думаем, что надо обмениваться какое-то… И сеять добро. Конечно, добро, доброжелательность. Добро положишь, добро получишь, говорила моя бабушка. Вот я хочу сказать, что нам часто задают вопрос, а почему вы не едете в АТО? А предлагали выступать? Ну, конечно, было такое, что поедете в АТО. Мы сказали, мы не поедем в АТО выступать. Почему? Как я могу выступать в АТО, когда у меня братья и сестры живут в Донецк, Амросевка, Старобешево, Моя мама родом из Донецкой области. Да, да, да. Как я могу поехать с Вовкой и говорить, чтобы стреляли и убивали? Мы сказали, мы поедем только в одном случае. Только в одном случае. Когда друг перед другом поклонятся, когда пожмут руки, вот тогда мы дадим большой, хотите, 2-3 часа концерт, бесплатно, в честь дружбы, в честь воссоединения, в честь того, что больше братоубийственной войны не будет. Наша позиция – это братоубийственная война, специально спровоцирована продажными нашими политиками. Вот и все. И когда в зале будут сидеть и те, и те, и другие, вот тогда… Сейчас мы заговорили о запретах, ограничениях, санкциях. Такой скандальный закон о языке, который стал таким толчковым шагом скандальным для многих событий. И закон о языке, как прошелся по вашим номерам, по вашему репертуару, по вашим выступлениям? Ну, никак не прошелся. То есть, ну, нас он не зацепил, вот, и… Ну, а как ваше отношение к нему в целом? Ну, абсолютно негативное, конечно. Нельзя насаждать культуру насильно. Это неправда. Нельзя этого делать, да. Как только ты… Тем более такой, скажем так, народ, как украинский, в общем-то, испокон веку свободолюбивый народ, да. Нельзя этого делать, потому что возникает только неприятие. Только достигают обратного результата. Отторжение, конечно. Отторжение, конечно. И когда заставляют, нельзя заставлять. Создайте условия, да. Сделайте так, чтобы это было красиво, чтобы самому захотелось, да. Вот, я, допустим, преподаю в университете культуры. Я с удовольствием со студентами, с теми, которые говорят на украинском языке, я с ними говорю на украинском языке. У меня нет никаких проблем. У меня, ну… Нет, да, со словарного запаса достаточно. Я вырос в Киеве, я учился… Да, я учил украинскую мову, ту украинскую мову, еще правильную. Не форматованную, как зараза. Да, да, да. Вот. У меня нет вопросов. Я с удовольствием это делаю. Но когда меня заставляют, у меня возникает абсолютно… Почему? Why? Да? Ребят, скажу несколько слов, очень нужных, правильных. С вами замечательно. Я вот весь на протяжении всего интервью сижу, мне хочется улыбаться. Излучаете такую энергетику. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы делаете в целом, вообще, для Украины, для России, для всех ваших зрителей, для людей думающих, которые приходят на концерты и уходят счастливыми, уходят с какой-то мыслью, которая их побуждает на какие-то правильные действия. Я надеюсь, что так и есть. На добрые дела все-таки побуждают ваши номера. Я задам в финале, может быть, такой наивный вопрос. Есть избитая фраза о том, что красота спасет мир. Что, по-вашему, на самом деле может вернуть мир и согласие в нашу страну? И красота тоже. И красота тоже. Ну, вот, мое мнение, что нужно все-таки вот этот патриотизм, в очень хорошем и правильном смысле этого слова, да, вот как-то культивировать в себе и думать. Знаете, вот у Гоголя шикарная фраза есть, не думай о том, любят ли тебя, думай о том, любишь ли ты других. Потрясающе. То есть пусть он будет наполнен, этот патриотизм, не чем-то негативным, темным, враждующим, а любовью, радостью. Любовью к бабушке, которая идет на улице, к тем же врачам, которые борются сейчас за жизнью. Делаешь что-то для людей, опять же, добро положишь, добро получишь. Надо Родину любить, не натравляя друг на друга. Любовь – это поступки, прежде всего. Каждого из нас. Каждого из нас. Так вот, не надо кричать, чему вы разбавляете Украину, российскую мову обощешусь. Не надо. Человек сам разберется, на каком языке ему лучше, на каком ему говорить. Вы же смотрите… Главное, о чем ему сказать. О чем? Как? Опять же таки, делайте добро, и добро получите. Вот смотрите. Киевская «Динамо» – наша любимая команда. Вспомните, как играла Киевская «Динамо», когда была в «Фаворе». Все надевали украинскую форму. Конечно. Все надевали вышиванки. И все гордились, все обнимались, целовались. И русские, и украинцы. Главное, украинцы. И никто не спрашивал. Ты на русском говоришь. Мы болели за нашу Киевскую «Динамо». Конечно. Да. Даже мы написали слово тоже Киевскому «Динамо», песня посвящена. Да, есть «Динамо». Вот. Вот и все. Не заставляйте. Делайте добро. Вот они говорят, почему то, почему. А что вы сделали для народа, чтобы народ выполнял ваши указания? Что вы сделали? Землю отбираете. Я не знаю. Разговаривать не даете. Петь не даете. Смеяться не даете. Зарплаты вырезаете. Людей на смерть бросайте. Что вы сделали хорошего? Для народа и для Родины. Для народа и для Родины. Я знаю, что у вас есть потрясающая песня. Именно с таким названием. Родина. Родина. Давайте мы ее споем на финале. С удовольствием. Для наших зрителей. Родина. Мои родные края. Родина. Мои родные края. Весна и песня моя. Гортою судьбою. Светлою мечтою. Мы навеки связаны с тобой. Да, будет над странною небо голубое. И рассветный луч золотой. Родина. О тебе я славу пою. Родина. Я верю в мудрость твою. Все твои дороги. Все твои тревоги. Я делюсь с тобой. Земля моя. Дай мне любое дело. Чтобы сердце пело. Верь мне как тебе. Верю я. Верь мне как тебе. Верь мне как тебе. Верю я. Юмор, как и музыка, это огромная сила. Ведь ничто так не сближает людей и не очищает их души, как искренний здоровый смех. Такое определение дал когда-то юмору классик мировой литературы Лев Толстой. Аншлаги на концертах Владимира Данильца и Владимира Моисеенко – лучшее подтверждение его слов. Ну а тем, кто называет этих артистов нежелательными персонами, хочется напомнить слова еще одного классического персонажа. «Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь». С вами была программа «На струнах души». Я ее ведущий Александр Галицкий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова